Добрый день, уважаемые коллеги! Проведение Совета по межнациональным отношениям в регионах стало нашей хорошей, доброй традицией. На этот раз мы собрались в столице Мариэл, в Йошкар-Але. И прежде всего хочу поблагодарить жителей республики за гостеприимство, за то радушие, с которым они нас здесь встречают. В нашей повестке анализ реализации стратегии государственной и национальной политики на региональном и муниципальном уровнях. Это принципиально важный, ключевой для нашей многонациональной страны документ. Вы знаете, что его проект широко обсуждался, были учтены свыше трёх тысяч замечаний, предложений и определены основные приоритеты. Сохранение этнокультурного многообразия народов России, упрощение гражданского самосознания и духовной общности нашей нации. Это магистральные направления деятельности для всех уровней власти. Но в регионах и муниципалитетах работа по ним более концентрирована, насыщена, наполнена конкретным содержанием. Но это естественно, чем ближе к людям, тем всё конкретнее. У каждой территории свои особенности межэтнических отношений. И, конечно, их нужно учитывать, при этом обеспечивая единые подходы к решению задач национальной политики государства в целом. Например, в сфере преподавания русского языка и языков народов России в школах. Хочу напомнить, уважаемые друзья, что русский язык для нас – язык государственный, язык межнационального общения. И его ничем заменить нельзя. Он – естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны. Его знать должен каждый. Языки народов России – это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки – гарантированное Конституции право, право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации. Не раз говорил, что всё, что связано с национальной идентичностью, с традициями, сфера тонкая и очень чувствительная. И действовать здесь следует крайне деликатно и мудро. В целом, за последние годы в этой области наработан немалый и, главное, хороший результативный опыт. Достаточно упомянуть рост числа граждан России, считающих отношения между людьми разных национальностей, доброжелательными. Сегодня их почти 80%. Напомню, вы знаете об этом. Ещё лет так 10-15 назад ситуация была совсем иной. Наша задача – сберечь согласия, которые достигнуты в обществе, в первую очередь обеспечив постоянное взаимодействие, конструктивный диалог власти и институтов гражданского общества. Вместе с тем опросы показывают, каждый пятый житель России считает деятельность местной власти в сфере межнациональных отношений недостаточно эффективной. Обращаю на это внимание муниципалитетов. Эскалация большинства конфликтов происходит в первую очередь из-за неспособности их предотвращать и своевременно решать именно на местах. Целесообразно вести во всех органах местного самоуправления ответственных за сферу межнациональных отношений, так как это сделано на федеральном и на региональном уровне. И в целом активнее распространять лучшие существующие в нашей стране практики. В том числе по реализации стратегии государственной национальной политики необходим повсеместный мониторинг этой работы, а также самое тесное взаимодействие всех заинтересованных ведомств, включая правоохранительные органы. Очень важно выстраивать чёткую систему подготовки и повышения квалификации региональных и муниципальных служащих в сфере межнациональных отношений. Эта задача поставлена давно, но решается медленно, и об этом тоже можно было бы сегодня поговорить. Далее, нам нужны не только типовые учебные программы, но и полноценный профессиональный стандарт. Прошу правительства завершить его разработку. Она ведётся уже давно, нужно уже финишировать. А также обеспечить достойное методическое сопровождение деятельности региональных и муниципальных органов власти по вопросам реализации государственной национальной политики. Ключевую роль здесь играют и выверенные управленческие решения. Инициатив в их разработке мы ждём от региональных общественных палат, от национально-культурных объединений и некоммерческих организаций. Надо создать условия для формирования на местах профильных консультативных площадок, где представители власти и структур гражданского общества смогут регулярно общаться, сотрудничать, сверять и координировать свои действия. Из более чем 220 тысяч российских НКО порядка 6 тысяч имеют в своих основных целях этнокультурное содержание. И совершенствовать политику их поддержки, безусловно, нужно продолжать, причём делать это нужно на постоянной основе, настойчиво. Нужно в том числе обеспечивать и грантовую поддержку. Так, с 1 июля этого года спектр общественно-полезных услуг социально-ориентированных НКО уже дополнен приоритетами развития межнационального сотрудничества, защиты языков и культуры народов России, социокультурной адаптации мигрантов. Вместе с тем, в области реализации государственной и национальной политики надо чётко определить критерии эффективности региональных программ и других системных мер и руководствоваться ими при распределении профильных субсидий федерального бюджета, субъектной федерации в их бюджет. Одной из таких мер должно стать развитие и популяризация регионами и муниципалитетами своих этнокультурных брендов. Наша страна уникальна в многообразии своей природы, народных традиций, но доступ к их изучению часто ограничивает не только недостаточная инфраструктура, но и тривиальная безинициативность на местах. Между тем, востребованность того же этнографического туризма, например, растёт во всём мире, да и в нашей стране. Очевидный факт. В России тем более, чем кому бы то ни было, есть что показать, есть чем гордиться. Вы знаете, у нас отмечается уже не первый год рост внутреннего туризма. Это в значительной степени связано и с той темой, которую мы сегодня будем обсуждать.